Приветствую вас, и если вам обоих нравится то, что вы делаете, то, в принципе, это нормально. Нормально, когда людям в паре нравится все то, что происходит между ними в личной интимной жизни. Если вас обоих устраивает связь МШМ, то почему бы и нет, все в порядке. Ваш мужчина борется между двумя полицианами с желанием воплотить свою фантазию в жизнь и ревностью. По сути дела, вам, чтобы избежать скандалов на этой почве, нужно попросить его самостоятельно решить эту проблему, обратившись либо к сексологу, либо к сексопатологу. Но если вы знаете, что он и вы готовы к тому, чтобы провести время в той форме, о которой вы говорите, то цена ревности будет лишь формой социального долга. То есть мужчина понимает, что он вроде бы как не должен вас с кем-то делить, но ему хочется. И ревность здесь выступает как очень реактивное поведение. То есть поведение связанное в основном с отданием должного социальному обществу, не более того. Я не думаю, что такая ревность серьезно испортит ваши отношения. Напротив, я считаю, что она ничего плохого вашим отношениям не сделает. Вы помните задавали такой вопрос и вам писали, что подобные эксперименты в постели приведут к разрушению ваших отношений. На самом деле, если вы не дадите мужчине то, что он хочет, а муж не даст вам то, что вы хотите, думаю, ваши отношения разобьются скорее. Поэтому более правильным вариантом будет все-таки сыр с мужчиной и поговорить. Спросите его, вот ты хочешь, чтобы мы провели ночь в форме МЖМ? Он скажет, ну да, я хотел бы. Давай скажем, давай один раз это сделаем. Выберем партнера, чтобы он нам нравился вместе и сделаем это. Но в любой момент, если ты скажешь нет, то мы тоже это закончим. И вот тогда мужчина, скорее всего, проверит сам себя, проверит, насколько он готов далеко зайти в своем желании. И, думаю, все это станет ясно тогда для вас. Ну, а если вам самое это не нравится, то тогда, ну то есть в глубине души вас не устраивает такое-то, да? Опять-таки ему нужно обратиться, как я уже сказал, к специалисту для решения его проблемы. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучше, буду вам очень благодарен. Пока, желаю вам удачи и всего доброго.